Учителя, это врачи, мы что хотим, чтобы наше следующее подрастающее поколение выросло здоровым, хорошо образованным и духовно богатым. Тогда этот человеческий капитал сможет нам обеспечить инновационный вклад в экономику, иначе мы просто не сможем это сделать. Поэтому мы нам должны платить больше, нам должны работать наиболее талантливые люди, чем в экономике даже. На будущее надо работать. Это мы сейчас уже делаем, дорожная карта такая есть, стоит многие миллиарды рублей, поэтому вот сюда приходят эти средства. И плюс развивать надо, строить, реконструировать наше учреждение в социальной сфере, накопленный ущерб здесь большой. Я вот недавно был в Володарском районе, мне показали сельский дом культуры, который был построен, думаете, когда? В 1810 году. Еще Наполеон сам не приходил, а он уже стоял. Поэтому таких объектов можно много, особенно много настроили в области культуры комсомольцев 30-х годов. У них была хорошая программа, но клубы были с туалетом на улице, без отопления. Сейчас нам это надо все валить и строить много. Проекты уже есть, два реализуем, потом надо, как комсомольцы 30-х, голубым это все строить. А для этого нужны деньги в рыночной экономике, без денег ничего не сделать. И плюс еще социальная защита тех, кто в рыночной экономике сам не может себя обеспечить. Это в силу возраста пенсионера и дети, и в силу состояния здоровья инвалидов. Их у нас в области 335 тысяч. Вот это триединные задачи, она может быть реализована только за счет повышения эффективности производства, за счет роста производительности труда. Сейчас эта ситуация приблизительно усреднилась. Мы вышли на хороший уровень по отношению к праздничному минимуму. Вот эта покупательная способность, о которой я вам говорил, в прошлом году составила 3,7. Что это значит? Это значит себя и еще почти трех человек. А если двое работают, муж и жена, то тогда слово семья, папа, мама, 5 ребятишек, уже по праздничному минимуму просчитывается. Сейчас надо еще, вот за оставшиеся 5 лет, до 2020 года, приблизительно в 1,8-1,9 раза поднять все экономические показатели. Тогда будет среднедушевой доход в районе 50 тысяч удвоиться. Тогда мы оторвемся от праздничного минимума, и все люди уже будут обеспечивать себя не по праздничному минимуму. Потому что что такое праздничный минимум? Это минимальный набор продуктов питания, минимальный набор товаров повседневного спроса, и минимальный перечень услуг, которые человек платит из своей заработной платы, из своего среднедушевого закона. Вот отрываемся, то же самое бюджетная обеспеченность, если она в 2005 году была 10 тысяч на человека в год рублей, вот на это все, на поле образование, здравоохранение, культуру, спорт, и я не буду дальше загибать, вы знаете, что нам в жизни всем нужно. Сейчас она 43 тысячи, а в 2020 году она должна стать 85 тысяч. Для этого нам нужно делать то, что вы можете сделать лучше нас. У вас хорошие базовые знания, у вас хорошая профессиональная подготовка, у вас молодость, у вас сила, у вас энергия, и, безусловно, мы на вас очень рассчитываем. Я не буду рассказывать вам, я думаю, что у вас есть рассказы о тех формах и методах работы, программах, которые у нас существуют, чтобы помогать всем, кто встает на путь организации собственного бизнеса, а это присуще молодым, детей много, а ресурсов еще не хватает зачастую. Поэтому все эти виды ресурсов у нас, финансовые инструменты, все работают абсолютно, которые предусмотрены российским законодательством и нашим внутренним областным законодательством. Много различных программ, вот только в программе «Ты предприниматель», которая с 2009 года в России вообще реализуется. У нас по прошлому году 80 с лишним тысяч участников этой программы было. И 600 бизнес-планов мы отобрали, чтобы помогать их реализовывать. Плюс система бизнес-инкубаторов, которая начинает развиваться у нас уже сейчас 8, а хотим построить 22. Эта программа сейчас имеется, тем, чтобы человек, который весь идея пришел, и эту идею ему смогли реализовать. Полный аутсорсинг и помещение, и вся обслуга, и юридическое сопровождение, и бухгалтерия, документы, все надо помочь. А потом, когда он сам уже встал на ноги, уже идею свою компенсализовал, тогда он уже идет в новый офис, на его место вступает другой человек. Поэтому здесь эта система, она стержень ее есть. Безусловно, много еще проблем, трудностей, согласований, различного рода контролирующих организаций. Я тоже зачастую бываю неудовлетворен этой ситуацией, что у нас контролирующих больше, чем работающих. Вот эта вот ситуация, она переворачивается. Сегодня я проводил серьезные совещания. Мы к 1 октября уже разворачиваем сеть функциональных центров работы с населением. Будет их у нас уже 63. Мы идем на курс, когда большинство услуг, в том числе и по бизнесу, будет осуществляться в режиме одного окна, в электронном виде. И все больше и больше этого направления набирает обороты. Хотим, я скоро готов буду подписать такое распоряжение, чтобы муниципальные и государственные чиновники работали в режиме фабрики. Они приходили утром на работу и уходили вечером. И не встречались ни с юридическими, ни с физическими лицами. Они должны, используя информационные технологии, осуществлять межвирусное внутреннее согласование. И что бы там, возьми справку этого, принеси тому, а тот тебе пошлет еще, но ты все справки носишь. Вся эта информация сегодня в нашей базе, да. Сидите, согласовываете целый день. И выдавайте этот продукт в центр работы с населением, где его как в магазине берут. Или бесплатно, если он государством оплачивает. Или по тарифам, которые здесь же в терминале, можешь оплатить и получить этот продукт. Без беготни, без суеты, без затраты колоссального времени. Сейчас уже там в нашем портале около 200 государственных услуг, около 1500 муниципальных, 500, там, 80 федеральных. Сайты все уже связаны друг с другом. То есть мы проверили доступы на федеральные сайты, на муниципальные сайты, связали их. Верно, дело идет плохо. У нас еще пока только 5% жителей Нижегородской области, мы по этому показателю существенно отстаем. Я бы хотел, чтобы молодежь показала этот пример. Зарегистрированы в нашем реестре как пользователи. Чтобы у них есть пароль, чтобы они могут пользоваться электронной услугой. Но уже пенсионеры начинаем учить, специальные классы открываем. Поэтому к концу года надо, чтобы у нас было не меньше 35%. А в следующем году 70%. Вот задача какая. Поэтому все будем делать для того, чтобы помогать вам входить в эту очень серьезную, взрослую жизнь. Особенно, если хочешь свой бизнес организовать. Это для нас крайне важно. Я иногда уступаю, вижу такие хитрые улыбки в этом плане. Как-то один встал и говорит, говорит, да ладно, вы безнадежный оптимист. Вы и своих чиновников никогда не заставите нам помогать. Вы хоть сделайте, чтобы они нам не мешали. Честно, политическая воля и желание, ты же говорил, знать, есть, чтобы помогать. Потому что другого функции власть не должна сама заниматься бизнесом. Власть должна создавать условия для бизнеса. Особенно для того, который только начинается. И я вам обещаю, что вы у нас здесь найдете полное понимание. А если у кого-то не находите, вот есть Денис Иванович Лугузанов, в Коистане, вот он самый главный министр, который занимается малым, средним бизнесом и начинающими бизнесменами. И Павел Хаус Солонский, вот новый у нас человек, ну, в смысле в должности, не новый в области, он уполномоченный по делам предпринимателей. Вот он защитник всех, и мы с ним встречаемся регулярно, он мне приносит кто кого обидел. Поскольку я тоже в новости боксом занимался, я могу и объяснить не только на славах, что нельзя обижать тех, кто делом занимается. Вперед, ребята, никого не бойтесь, потому что мы, только мы с вами можем сделать нашу область сильной, ответной страной. Спасибо вам за то, что вы приняли это решение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но, между всего, я хочу дать слово очень коротко, и, ладно, Ирина Войновна, это представитель опоры России, человек, человек, я вам передам микрофон, Ларри Борисович, ладно? И вы будете ковидеть, я вам отсюда. Она не уступает, но вопрос, я думаю, вы задали. Потому что мы вместе, были модераторами сегодня на другом столе, и в течение дня и книгами я походу, вы будете со своим вопросом, поэтому вы, пожалуйста, микрофоном. Остальные приготовления с вопросами. Валерий Павлович, на дальнейший вопрос по энерготарифам. За 6 лет тарифы естественных монополий принимались в три раза и составляют самую большую статью издержек для нашей промышленности и наших предпринимателей. Я помню все наши круглые столы и все совещания, на которых вы этот вопрос регулировали. Но вот он остается все время острым. Можно как-то повлиять на компанию естественных монополий, можно хотя бы приостановить ростык. Ну, знаете, дело в том, что мы с вами находимся в различной экономике. И любая услуга, любой товар, он должен стоить ровно стоить, сколько он стоит. К сожалению, нашему, у нас нет этого понимания. Вот мы в некоторых отраслях почему-то считаем, что у нас все должно быть дешево, гораздо дешевле, чем это в себестоимости, и хотим, чтобы одновременно было хорошо. участвуйте в торжественной политике. Вот посмотрите уровень заработной платы в тех отраслях, которые являются поддерживающими и которые обеспечены над теми штаммами энергетики. Этот уровень гораздо ниже, нежели чем средняя зарплата в экономике. Вот те, кто коммунальными услугами занимается, везде, во всех районах, если средний зарплат там 16 тысяч то у них